Замоскворецкий районный суд города Москвы 6 апреля 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении жителя Ингушетии Магомеда Тачиева, обвинявшегося в причине ненасилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении сотрудника ОМОН в инциденте у исторической мечети города Москвы. В прениях гособвинитель призвал суд критически отнестись к показаниям обвиняемого его свидетелей и запросил для него два года колонии-поселения. В свою очередь сторона защиты заявила, что показания свидетеля обвинения по делу о беспорядках у исторической мечети в Москве противоречат версии следствия, а подсудимый Магомед Тачиев невиновен и должен быть оправдан. Напомним, 26 сентября 2014 года в Москве на улице Большой Татарской возле мечети сотрудниками ОМОНа был задержан прихожанин, подозревавшийся в легком ДТП. После этого мусульмане, заблокировав автобус ОМОНовцами, вынудили полицейских отпустить задержанного. Спустя час после происшествия были задержаны, а впоследствии арестованы двое уроженцев Ингушетии – Адам Асканов и Магомед Тачиев, по версии полиции, спровоцировавшие беспорядки. Еще 33 человека были подвергнуты административному аресту. Родственники задержанных заявляли о их невиновности. Адам Асканов признал себя виновным в умышленном наезде на сотрудника ОМОН и был приговорен в году колонии-поселения. Тачиев настаивал на своей невиновности. Продолжение следует. Дорогие в отношении представителей власти в связи с исполнением им до своих должностных обязанностей и преследующих обстоятельствах. Тачиев 26.09.14 года примерно с 14.30 по 15.20. Находясь в салоне служебного автомобиля ОМОН и СНГУ и МВД России по городу Москве, осознавая, что Сыдиков является сотрудником полиции и выполняет свои должностные обязанности, схватил его за левую руку из силы, дернув за нее, пытаясь вытащить последнего из служебного автобуса с целью прихода в салон автобус, о чем причинил Сыдикову физическую боль и параллельную форму ОМОН. Суд приговорил признать Тачиева Магомеда Абдул-Соломовича виновным в совершении преступления предусмотрено частью 1 ст. 318 УКРФ и назначено по части 1 ст. 318 УКРФ наказание в виде лишения свободы на срок 7 месяцев в соблывании наказания в правом поселении. Срок наказания осужденного Тачиева исчислять 6 апреля 2015 года. За честь Тачиева в срок отбытия наказания содержания его под стражей 27.08.14 года. Меры пресечения Тачиева в уступлении по реговору на приговоры в законные силы не к содержанию под стражей оставить прежний. Приговор должен быть обжалован в апелляционном порядке в Москве в суд в течение 10 суток, оценивая его правозглашение. Осужденным Тачиевым в тоже срок затем вручение ему копии приговора. Случай подачи апелляционной жалобы осужденных правилах отрасли в сумму участия в рассмотрении ВООДУРа судово-апелляционной инстанции и получать осуществление своей защиты избранным защитнику, либо ходатайское судово назначение защитника. Прошу садиться. Магомед Тачиев и его защита назвали приговор неожиданным и выразили недоумение в связи с принятым решением. Я удивлен, настолько, как вы можете судить людей, настолько сильно доказать все, что вам нужно, вы видели, вы услышали, вы видели, показали, вы честь поменяли. Что поможет? Такая же система, как сейчас, туда-то сочетать, ничего не поможет. Просто как-то неприятно. Я знаю, что это не выжило. Позицию, вы вправе ее обжаловать? Да нет, в смысле, ты обжаловываешь. Если вы вправе ознакомиться, подать заявление об ознакомлении с протоколами судебного заседания, подать на них замечание, кофе приговора вам будет вручена. Татьяна, насколько суд сегодня объективно подошел к уголовному делу и насколько объективен приговор? Поговор не объективный. Как ни странно, не покажется, но для защиты, защита ожидала неожидаемый приговор. То есть те доказательства, которые имелись в судебном заседании, настолько редко, то есть было видео, запись, где полностью подтверждалось алиби нашего подзащитного, которое было согласовано с доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно показаниями свидетелей, очевидцев события, произошедшего у мечети. Они полностью согласовывались между собой. Каждый свидетель, очевидец событий происшедшего опознавал себя на видеозаписи, опознавал нашего подзащитного, полностью подробно описывал. И алиби было досконально исследовано в судебном заседании и был ожидаемый приговор другой. Во время судебного процесса вы заявляли о множестве противоречий, настолько существенных, что в деле не было материала по познанию протоколов, в то время, когда свидетелям показывали фотографии вашего подзащитного. Это серьезные нарушения? Ну, это, конечно, настолько серьезные нарушения, что, в ходе судебного следствия, наш подзащитный вообще ни разу не был опознан. То есть непонятно по каким причинам они в своих показаниях сразу же давали, хотя никогда они его не знали, сели до этих событий. Они называли его по фамилии, и в своих показаниях прямо четко указывали, что на Тачиева им оказали сотрудники УВД Замоскворецкого округа. И в ходе судебного заседания на вопрос защиты они подтвердили, что им показывали некие фотографии, протокола опознания не было как такового. Ну, им сказали, что это был Тачиев. Вот и так. Позиция моего подзащитного и позиция защиты, то, что он вообще не причастен к совершению данного преступления. Если исходить из того, что УВД смягчающие обстоятельства, и вот мы удали мало, мы должны радоваться этому. И, конечно, радостно, что суд учел обстоятельства смягчающие. Спасибо, мы благодарны суду, но все-таки он не виновен вообще. Защита намерена обжаловать приговор в исчистоящую инстанцию в течение 10 суток. Продолжение следует...